Здравствуйте! Новости на государственном телеканале Западной Армении. Главные темы дня. Когнитивный диссонанс армянской нации. Курм-Арут-Аракелян. Восьмое чудо античного мира может содержать нетротнутую гробницу. Освобождение армянских заключенных должно быть предварительным условием проведения КОП-29. Арпи Аветисян. Сыны Западной Армении Жирай Жортьян. У России есть задачи и возможности для возвращения армянских военнопленных. Артак Бегларян. Климатическая дестабилизация в Западной Армении. В ЭТА-500 Элина Аветисян стартовала с победы. Четвертый век был переломным периодом в истории Армении, который и сегодня влияет на душевное состояние нации. В 301 году при царе Тердате III и под влиянием Григория Просветителя принятие христианства в качестве государственной религии стало ключевым событием, ознаменовавшим начало новой эпохи. Однако это изменение привело к глубокому когнитивному диссонансу, конфликту между древними исконными корнями предков и новой христианской доктриной. До IV века армяне исповедовали айкаитскую веру, связанную с природой и поклонением Бога. Однако навязывание христианства привело к радикальным изменениям, разрушению древних храмов и подавлению старой веры. Новая религия была названа Армянской церквью, что стало переменой для многих. Внутренний конфликт между старыми традициями и новой верой оказал длительное влияние на армянский народ. Когнитивный диссонанс продолжался веками, отражаясь в армянской культуре. Христианство воспринимается как часть национальной идентичности, однако тоска по старым традициям все еще присутствует. Когрегация Айкян, стремясь воссоединить армян с их дохристианским духовным наследием, видит решение этих противоречий возвращения к исконной вере, что может восстановить равновесие в нации. Айка Зунер Аревур Тинер В I веке до н.э. царь Комогене Антиох I построил святилище, аналогов которого не существует. Расположенная на вершине горы Немрут неизученная усыпальница может предоставить нам больше информации о древних погребальных и религиозных обрядах. На вершине горы Немрут находится то, что некоторые называют восьмим чудом света – религиозное святилище, состоящее из десяти гигантских статуй, окружающих кору, на вершине которой, как говорят, находится могила древнего царя. Эти впечатляющие каменные сооружения являются одними из важнейших свидетельств религиозных и погребальных обычаев древнего общества. После смерти Александра Великого в 323 году до н.э. генерал македонской армии Селевк I Некаттор взял под контроль этот регион. Почти через два века управляющий Птолемей был провозглашен царем Комогены. Регион отделился от Селевкитской империи. Так возникла новая эллинистическая правящая династия. В I веке до н.э. Комогена переживала свой золотой век. Общество Комогены было результатом селения греческой и персидской культур, что было характерно для эллинистического периода. С 70-го по 36-й год до н.э. правителем Комогены был один из самых известных царей Антиох I. Он старался не участвовать в римско-парфянском конфликте. К сожалению, его преемники не были столь успешны, и вскоре Римская империя поглотила регион. Сегодня Комогена известна необычным памятником, построенным Антиохом I на вершине горы Немрут. На турецком Немрут Дак. Название Немрут происходит от имени царя Немрут, что в Библии означает «успешный охотник». В интервью News.am международный правозащитник по вопросам стратегического судопроизводства РП Аватитян сочла важным обращение, представленное специальному докладчику ООН по вопросам пыток, направленное на предотвращение возможных пыток в будущем. Это заявление является новой вехой в международном праве и имеет важные значения для дел, рассматриваемых в Европейском суде по правам человека. Необходимо совместить правовые и политические усилия, повысить осведомленность и продолжать работу со всеми возможными международными структурами для обеспечения освобождения армянских пленных. На данный момент нет публичной информации об обмене сообщениями между ООН и Азербайджаном, но любой шаг может послужить сигналом для властей Азербайджана, чтобы понять, что их действия находятся под пристальным наблюдением. Отмечая, нарушения прав человека в Азербайджане уже хорошо задокументированы, и власти этой страны должны осознавать, что международное сообщество не отставит их безнаказанными. РП Аватитян также затронула вопрос саммита КОП-29, который пройдет в Баку в ноябре. Это отличная возможность для международного сообщества и Армении потребовать освобождения армянских пленных, содержащихся в Баку, сделав это предварительным условием участия в саммите. Мы должны использовать эту возможность и четко потребовать, чтобы Азербайджан выполнил свои обязательства. В противном случае саммит не может считаться КОП мира, подчеркнула Аветисян. Сыны Западной Армении Жирай Зортьян. Мне кажется, я никогда не принимал участие в каком-нибудь проекте исключительно ради того, чтобы научить других, как они должны жить. Жирай Зортьян был богемным художником и значимой фигурой в истории творческого сообщества Лос-Анджелеса. Наибольшую известность ему принесла его резиденция ранчо Зортьяна и ежегодная вечеринка, которую он там устраивал. Пережив геноцид, Жирай бежал из Западной Армении и поселился в США. Получал стипендию для изучения искусств в Ельцком университете. После окончания переехал на западное побережье страны. На участке из Лемли построил ранчо, выращивал овощи и держал домашний скот. Выброшенные другими изделия использовал для строительства мебели и создания произведений искусства. Ранчо Зортьяна превратилось в декорации для ежегодной вечеринки под названием «Весна», на которую собиралась всевозможная богема, принимавшая участие в художественном празднике. Среди гостей были не только художники, но и другие друзья Зортьяна, один из которых всемирно известный физик Ричард Фейнман. Собеседник Рапарак, бывший омбудсмен, бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян. Артак Бегларян обсудил вопросы возвращения армянских военнопленных, которые обсуждались на встрече президента России и Азербайджана, также возможности возвращения армян в Арцах. Бегларян отметил, было много ходатайцев, но ни одна из них не дала конкретных результатов. Несмотря на то, что российская сторона несет ответственность за безопасность Арцаха и Арцахцев, фактически она не смогла выполнить свои обязательства. Причины бездействия российской стороны могут быть разными, от политических интересов до отсутствия желания. Экс-министр подчеркнул, не только российская сторона, но и Европейский Союз и США имеют соответствующие политические рычаги, которые могли бы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. По словам Бегларяна, международное сообщество ориентировалось на краткосрочные геополитические интересы, игнорируя права человека. По мнению Бегларяна, возвращение армян в Арцах возможно только при наличии международных коллективных гарантий, таких как коллективная ответственность со стороны Совета безопасности ООН и исключение военного и административного контроля со стороны Баку. В этом случае при поддержке международной администрации можно будет обеспечить долгосрочные гарантии безопасности. В противном случае все обсуждения будут лишь пустыми разговорами, которые затягивают время. Бегларян заключил, только конкретные и четкие действия смогут обеспечить возвращение армян в Арцах и защиту их прав. С начала августа в регионе Западной Армении наблюдается аномально высокая температура, что оказывает влияние на местную флору и фауну. В горах Западной Армении, известных своим уникальным растительным миром, засуха и дефицит воды стали основной проблемой. Несколько рек и озер значительно обмелели, что ставит под угрозу исчезновения разновидность животных. По сравнению с прошлым годом, изменения климата в этом году привели к большому количеству лесных пожаров, наносящих ущерб природе людям и животным. 51-я ракетка мира «Элина Аванесян» стартовала с победой на турнире ВТА-500 в Монтерей. Представительница Восточной Армении переиграла 64-ю ракетку мира итальянку Елизабетту Кочаретту со счетом 7-6, 8-6, 6-1. Матч длился 1 час 46 минут. Следующей соперницей Аванесян станет 28-я ракетка мира украинка «Элина Светалина». Призовой турнирный фонд «Монтерейс» составляет 922 тысячи долларов. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!